В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.swaboda.org, передача правосудия и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Правительство предложило Государственной Думе как можно скорее разобраться с коллекторами. Так называются частные предприниматели и организации, которые за вознаграждение берутся вернуть чужие долги или покупают их, а уж потом разбираются с должниками самостоятельно. В настоящее время в Думе находится сразу несколько законопроектов, касающихся деятельности по взысканию просроченной задолженности от радикальных, требующих запретить коллекторов, до компромиссных, предлагающих сохранить рынок коллекторских услуг, обложив его различными ограничениями. Что делать с коллекторами? Отдавать ли на откуп частникам взыскание долгов или усиливать службу судебных приставов? Как спастись от коллекторов вышибал? И можно ли рассчитывать на защиту со стороны государства? В студии Радио Свобода директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин и эксперт Национального института финансовых рынков и управления Сергей Гирнис. Последние пять лет потребители в России занимали часто и много. Банки выдавали кредиты массово и щедро. В результате к началу 2016 года задолженность населения России перед банками составила 10 трлн 637 млрд рублей. Для сравнения, эта сумма сопоставима с двумя третями доходной части бюджета России в 2015 году. При этом плохие долги, то есть с просроченной задолженностью, к концу 2015 года составили 1 трлн 15 млрд рублей. Но фактически в плохих должниках сейчас числятся примерно 4 млн российских семей. Количество кредитов с просрочкой более 90 дней выросло на четверть. И вернуть эти деньги практически невозможно, а банкам нужно очищать свои портфели, что они и делают, в том числе продавая долги коллекторам. По данным коллекторских агентств и их отраслевых объединений, таким деликатным делом, как истребование долгов, в России сейчас занимается около тысячи структур. МВД России заявило, например, что только в первой половине 2015 года, данные за второй полугодие еще не обработаны, полицейские получили 22 тысячи жалоб граждан на деятельность коллекторских агентств, что в два с половиной раза больше, чем за весь 2014 год. В переводе с английского коллектор означает собиратель, в данном случае собиратель безнадежных долгов. Коллекторами называют непосредственно работников такого рода фирм, которые взыскивают задолженности с физических и юридических лиц. И по идее действовать они должны в рамках закона. Но в действительности часто можно слышать какие-то кошмарные истории о буквальном выбивании долгов из должников и физическом насилии. Скажите, пожалуйста, Борис, почему происходит именно так? Почему вдруг коллекторы, эти собиратели благородные выходят за рамки закона и начинают буквально лупить своих? Ну, Марьяна, почему люди нарушают закон? Ну, почему депутаты читают липовые лекции, а какие-нибудь губернаторы складируют деньги у себя на квартире тоннами? Ну, потому что, видимо, очень стараются заработать денег и идут, конечно, переступают закон. Если мы говорим о случаях, которые кишит пресса, это в основном история с микрофинансистами. То есть, либо сотрудники микрофинансовой организации, либо какие-то нанятые хулиганы действительно просто выбивают долги. Ну, мы давайте чуть позже о микрофинансовых. Ну, я хочу сказать, что у нас рынок на самом деле более сложный. То есть, когда мы говорим, например, о выбивании долгов, да, вот так вот громко сказано, на рынке банковских услуг, то там гораздо все цивилизованнее в целом. Вот. И когда мы говорим, например, о наших профессиональных... То есть, банки не лютуют и никого... Ситуация немножко более сложная. С зажигательной смесью... Нет, дело не в том, что кредитор, он, в принципе, жаждет вернуть денег. И некоторые кредиторы, ну, скажем, крупные банки, они подходят к этому осознанно, они понимают, что, поручая работу каким-то хулиганам, да, вот эту вот работу по работе с должниками, они рискуют своим имиджем, по меньшей мере. Репутация. Да, репутация, они отталкивают своих клиентов, которые сегодня просрочил, но завтра он вернет эти деньги и будет опять клиентом. Поэтому они подходят к этому серьезно, проводят конкурсы, отбирают тех коллекторов, с которыми работают. Например, Сбербанк, для него одно из условий участия, работы с ним коллекторского агентства, это, например, членство в НАПКО. А что такое НАПКО? Это не просто какое-то объединение отраслевое, это кодекс этики, это правила взыскания, это контрольный комитет, рассмотрение жалоб и так далее, и так далее, и так далее. Но саморегулированная организация. Да, то есть появляется на рынке, появилось на рынке саморегулирование такое вот. Рынок мы весь не охватываем, хотя по банковскому взысканию практически 90% всего банковского взыскания. Поэтому я и говорю, что банковское взыскание, оно более-менее цивилизовано, просто в силу того, что саморегулирование на этом рынке проявляется. Микрофинансирование менее. И, наконец, вот эти единичные случаи хулиганства, они, конечно, разносятся по всей стране. Недавно мы боролись, вы знаете, с охранниками в магазинах, они там бросались буквально на людей. Позавчера мы там боролись с хозяевами собак, а вот сегодня мы боремся с коллекторами. Ну, появится закон, может быть, немножко утихнет предвыборные разговоры, обещания, и, в принципе, ситуация станет немножко поспокойнее. Но, безусловно, преступный элемент надо удалять. — Подскажите, пожалуйста, вот сейчас в вашу ассоциацию сколько входит профессиональный коллектор? — В нашу ассоциацию входит порядка 30 компаний. Но то, что вы привели статистику, порядка тысячи компаний, это, считая всяких предпринимателей и очень-очень мелкие компании. То есть, на самом деле, крупнейшие компании, которые работают у нас, например, недавно Ростелеком проводил тендер по продаже своей задолженности. Ростелеком, госкомпания. Из пяти компаний пять компаний наших. То есть, это, на самом деле, крупнейшие компании на рынке. И мы даже уже видим, конечно, никто не будет никогда и благодарить банкира за деньги, но редко наблагодарят. А уж коллектора за помощь в том, чтобы урегулировать проблему с долгами, потому что некоторые люди просто запутываются. Но, тем не менее, мы уже даже получаем благодарности от некоторых должников. Это редко, это, скорее, исключение, но, тем не менее. Я сейчас обращаюсь к Сергею Гернису не только как к эксперту, собственно, Национального института финансовых рынков и управления, но и как к пиар-менеджеру Финпотребсоюза. Существует в России такая организация. Подскажите, пожалуйста, часто ли вам жалуются люди на сборщиков долгов, на коллекторов, на какие-то неправомерные действия с их стороны? И всегда ли вот эти собиратели ассоциируются непосредственно с банком или с какой-то компанией, которой изначально и был должен человек? Ну, сначала про статистику. Наша организация принимает примерно 12-15 тысяч обращений граждан по всей стране ежегодно. Связанных именно с... Нет, всего. Всего. Из них жалобы в отношении взысканий коллекторов составляют примерно 8%. Но, но, вот здесь должен тоже отметить, и предвкушая вашу тему микрофинансирования, примерно 7% идет претензий к микрофинансовым организациям, из которых 3 четверти касаются как раз метода взыскания сотрудников микрофинансовых организаций. 8% это примерно такая достаточно стабильная цифра на протяжении последних трех лет. Что туда, какие нарушения в первую очередь входят? Ну, самое распространенное, это, конечно, распространение информации. Это угрозы. В первую очередь, угрозы, телефонные угрозы, там... Звонки, бесконечные звонки, утром, днем и вечером. Звонки уже люди, люди, как наши люди, уже часто не воспринимают, как... Они им надоедают, они от них хотят избавиться, но если бы были только звонки, то, наверное, большинство из тех, кому звонили, не стали бы обращаться в милицию, либо в правозащитную организацию. Речь идет об угрозах. Угрозах... Это разное. Не обязательно это угрозы жизни, это то, что падает в пресс. Это часто угроза то, что сообщат на работу. То, что, соответственно, там никаких возможностей для служебного роста у вас не будет. Никаких возможностей там для поступления в хорошую... Материально ответственное лицо должно было бы знать руководство о том, что есть долги у материально ответственного лица. По крайней мере, сейчас же кредитную историю очень активно получают работодатели. Здесь вопрос именно то, чем угрожают. Нет, угроза, безусловно. Второй момент, это, конечно, обращение, уже, собственно говоря, обращение либо к руководителям, либо к родственникам, к соседям. И третье, что очень часто встречается, это, конечно, расписывание подъездов, дверей. Здесь я могу просто привести пример из последнего. Это на одном из центральных телеканалов, когда вот была эта история неприятная, плохая история в Ульяновске. В конце декабря, для тех, кто вдруг не знает, в конце декабря, 27-го, по-моему, числа в Ульяновске собиратель долгов, коллектор, бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома должника. И попал в кроватку, где в это время спал младенец. Жуткая история. И вот просто показывая этот сюжет одного из центральных телеканалов, содержал интервью с коллектором, который представлял такого цивилизованного коллектора. Он говорит, да, это звери, это не люди, которые бросают. Его спросили, а как можно, собственно говоря, взыскивать долг? Ну как, можно, собственно, звонить, можно, собственно, говорить, можно разговаривать, ну, объявления писать. Вот даже вот на уровне центрального телевидения уже проскальзывают такие практики, что объявление это нормальные обязательства. Что это объявление в подъезде. А что такое объявление в подъезде? Как правило, просто надпись где-то, да даже если это будет лист бумаги, все равно это, конечно, полное безобразие. В подъезде, кстати, бросили жилищник там какой-то ГУ Таганский, бросил в почтовый ящик, потому что некий гражданин, который живет в этом же доме, должен там 100 тысяч рублей за... Позор ему, позор. Нет, не позор, даже не знаю, может они ошиблись с ящиком, а может мне специально бросили, чтобы соседи знали. С сожалению, такая практика подставляется как вот с... А у подъезда висят списки тоже очень часто. Ну, тут можно вспомнить историю в Калининграде, года три, по-моему, назад она произошла, когда коллекторское агентство выкупило билборды, вот эти здоровые рекламные, вешало туда фотографии должников, фамилии, имя, отчество, сколько и кому он должен. В магазинах надо при входе висеть доска позора, кого поймали, когда он воровал в этом магазине. Такие случаи я тоже видел. Правовая законность этих актов достаточно сомнительна, а главное, что, понимаете, как правило, когда начинаешь разбираться, на каком основании вы писали, оказывается, что этот человек неизвестно где работает. Часто вот действительно какой-то серый коллекторский бизнес, часто не представляются. А вопрос возникает, а откуда у них персональные данные о человеке, о размере его задолженности, о том, что он должен кому-то, какому-то банку или какому-то бюджету финансовым организации? У нас граждане очень любят писать жалобы в госорганы. Вот была приведена статистика, 22 тысячи жалоб, да, на самом деле надо провести и вторую часть, потому что 19,5 тысячи оказались несоответствующих к действительности. Из этих 22. Дело в том, что граждане очень любят писать жалобы. Я сегодня разбирал жалобы, очередную порцию получил. Жалобы написаны под копирку, то есть им помогали какие-то граждане. Они даже иногда не заполняют туда конкретно, не вписываются. А, но вместе с коллектором появились коллекторы. Однозначно, что они пишут письмо, я отзываю свои персональные данные. Почему? Потому что я должен банку А, Бейтси, и он надеется, что от него поэтому отстанут. То есть это такая наивная надежда уйти от оплаты. Но здесь уже проблема. Борис, под копирку, я думаю, это все-таки влияние интернета. Потому что человек, который хочет написать заявление в милицию, он в первую очередь смотрит, как писать заявление в милицию, Яндекс, Грогл, и получается под копирку. Копирка ни о чем. Методы все-таки бывают самыми чудовищными. Нет, хулиганы, преступники на рынке есть. Рынок фактически без надзора государства вообще. То есть даже полиция, которая должна была бы схватить этого хулигана и преступника в Ульяновске, бывший полицейский, которого, слава богу, они уволили в свое время не за один день, а давно уволили, и который занимался такой вот выбиванием, они на него уже писали жалобы, но почему-то его не задержали. То есть на самом деле большинство проблем связано с простой... В том числе и бездеятельностью, правоохранительностью. Я понимаю, что полиция сложновато отлавливает некоторых людей, которые прячутся, натягивают кепку на нос, когда заклеивают эти подъезды, звонят с левых симок. То есть там буквально нужно расследование проводить. Но в некоторых случаях, конечно, что-то недорабатывает бывает. Поэтому вычислить такого рода публику. Люди не всегда надеются на полицию, они понимают, что участковый может долго там разбираться, ничего не делать. Если есть угроза жизни, обязательно в полицию. То есть френдов нет. Но вот я предлагаю посмотреть сюжет из Томска. Его подготовила наша корреспондент, там Дарья Тарасова. Вот там жительница города, которой надоедали коллекторы. Она решила с ними судиться и выиграла это дело. Давайте посмотрим. Томичка Елена Фролкина о хамстве коллекторов знает не понаслышке, хотя сама в должниках не числится. В банке «Русский стандарт» в 2012 году ее мама взяла в кредит 150 тысяч рублей. В том числе на то, чтобы здоровье поправить. Кредит дали легко. Женщина получала пенсию и работала. Прежние кредиты оплачивала в срок. Проблемы начались после того, как маму Елены уволили, и она стала задерживать платежи. На сотовый телефон Елены Фролкиной начались звонки. Представлялись, что в банке «Русский стандарт», что у вашей мамы задолженность. Я говорю, почему вы ко мне звоните? А она говорит, трубку бросает. Я говорю, а я тут при чем? Я не в ответе за человека, который уже совершеннолетний. Ну и что? Ну это же ведь ваша мама. Как только появлялись деньги, мама Елены оплачивала кредит. Но несмотря на это, вскоре коллекторы пришли к Елене домой. Разговаривали через дверь. Молодой человек, который повыше ростом, предложил заплатить за маму долг. Мы тебе дадим деньги. Говорит, суй сюда руку. Говорю, нет, не суну. А говорю, вон там, есть щелка подверг? Туда, говорю, подкиньте деньги. Говорю, я достану, если надо будет. Он такой, нет, давай сюда руку. Это же и деньги, говорит. Я тебе тут возьму и руку отрежу. Угрозы про детский сад, что вы же за ребенком в сад ходите. Ну да, ну да, да. Не боитесь? Конечно, боюсь. Страх дает, наверное, большой выплеск адреналина, когда начинает человек соображать. Просто не надо сидеть и ждать, когда там кинут бутылку с зажигательной смесью в окошко, да, к ребенку. Как недавно произошла история. Или там коляску сожгут. У меня также стоят саночки в подъезде. А если бы они бы так же были? А если бы там бы сидел мой ребенок? Не дай бог так, чтобы для меня было страшно в тот момент вообще, что может что-то физическое, что угроза может быть физической, а не просто на словах. Елена сильно испугалась и решила выплатить часть маминого долга. Отдала банку все, что у нее на тот момент было. Но в тот же день коллекторы пришли снова и сказали, что этого мало. Но я была уже готова. Я знала, что я буду их записывать. Потому что так дальше нельзя. Я подумала, что если я этого не сделаю, мою семью никто не защитит. Записала угрозы. Более, правда, в легкой форме. Видимо, до них стало доходить, что я не шучу, что я записываю разговор. Хотя повыше ростом не совсем, видимо, этого понял. Поскольку он не стеснялся. Он сказал, что придут физлица. Я спрашивала, какие физлица. Ну, чеченская коллекторственная фирма. Я уже решила, что я подам конкретно в суд, потому что должны отвечать те работодатели, которые научили их этому. Елена Фролкина подала в суд на коллекторов банка «Русский стандарт» и выиграла. Представители банка в суде утверждали, что их коллекторы вели корректный разговор. Они считают, что они вправе требовать доносить до клиента банка о его задолженности всякими способами. То есть не только, скажем, непосредственно клиенту банка, но и его ближайшим родственникам, друзьям, знакомым. Они считают, что правда на их стороне. Даже когда запись была озвучена в суде, они настаивали на том, что разговор ведется в деловой корректной форме. Суд рассмотрел, он принял свою точку зрения. Суд также принял решение о компенсации морального вреда. Изначально Елена просила 200 тысяч рублей, так как на нервной почве она попала в больницу. В ходе суда она увеличила сумму до 500 тысяч. Судья присудил 30 тысяч рублей компенсации. Но Елена результатом все равно осталась довольна и считает, что ее примеру должны следовать все, кто столкнулся с противоправными действиями коллекторов. Это был сюжет из Томска, подготовленный нашим корреспондентом Дарьей Тарасовой. Я так понимаю, эта история скорее исключение из общих правил. Редко, когда люди идут в суд и обжалуют там какие-то незаконные действия или бездействия взыскателей долгов или банков. Потому что вообще же очень часто, я так понимаю, люди, к которым приходят вот эти самые коллекторы, не понимают, кому и за что они должны, сколько и почему это сумма. Давайте посмотрим на цифры. У нас в стране 140 миллионов населения, у нас есть 40 миллионов заемщиков. Порядка 8 миллионов заемщиков имеют проблемы с кредитами. Из них порядка миллиона это неплательщики-махровые, которые бегают как угодно, крутятся или просто не имеют средств. То есть наркоман какой-нибудь или может потерял работу и безнадежен абсолютно. То есть надо понимать, что 8 миллионов человек, с ним работают взыскатели. Вот мы говорим коллекторы, это взыскатели банков. 70% рынка на самом деле всех взыскательных услуг обрабатывают сами банки. МФО, микрофинансовая организация и профессиональные коллекторы, плюс еще хулиганы какие-то присоседиваются. Вот это вот весь большой рынок, 8 миллионов человек, фактически ежемесячно с ним работают. Но вы говорите о практике отдельных преступников, банковских, например. Потому что они это только и говорят. Они делают прессу, конечно. Конечно, о них говорят. Потому что говорят, нам обращался один телеканал с просьбой найти два жареных факта. Им нашли жалобы. Они говорят, не, недостаточно жареные, как бы чернухи мало. И по-моему, они так и не нашли два факта. Им нужно было всего лишь два свежих примера каких-то. Поэтому мы должны говорить о цифрах. 8 миллионов человек находятся недолго. 8 миллионов жалуются. Ну, мы понимаем, что жалуются люди, да. Но говорить о том, что это массовая практика, угрозы и так далее, и так далее, это единичные ситуации, на самом деле. Надо сказать, что профессиональный коллектор, в основном, это коллектор девушки, которая сидит на телефоне в колл-центре. Это не выездники какие-то, как вот показывают здесь. Это, скорее, исключение. Ну и, наконец, по результатам этого материала, не одно оставило, так сказать, вопрос. Во-первых, был ли выплачен долг? Да, наверное, был выплачен, похоже. Во-вторых, все-таки присудили не такую же большую сумму компенсации. А главное, были наказаны конкретные люди в этой ситуации? Потому что некий повыше, другой пониже, да. Были ли они привлечены к ответственности? Потому что если в компании, в банке, в микрофинансовой организации такого рода практика, и они не осознают, что она совершенно неправомерна, то, конечно, они могут продолжать дальше, сколько угодно работать. Никакой закон здесь не поможет, кроме Уголовного кодекса конкретного наказания. Вообще, насколько я понимаю, в интернете гуляет список тех банков, службы сбора задолженности, которых позволяют себе различные методы, в том числе какие-то угрозы. И в том числе обращаются к людям, которые вообще этому банку ничего не должны, вот как в этой истории, которую мы посмотрели из Томска. Ну и что, что родственники, если ты не выступал поручителем по кредиту? Есть два момента. Очень часто даже профессиональный коллектор звонит совершенно постороннему человеку, потому что заемщики указывают в договоре номера телефонов посторонних людей. Либо выбрасывают сим-карту, выйдя из банка, и через полгода ее приобретает кто-то, ну, у нас же все номера в обороте находятся постоянно, и он приобретает проблемы с постоянно звонящим там взыскателем. Ну, здесь, Борис, все-таки надо, наверное, сказать, что не просто звонят, да, а вот звонят до тех пор, пока, собственно говоря, этот телефон не будет выведен из баз. Как правило, выводится из базы телефон не тогда, когда человек сообщает коллектору, который к нему обратился, что вот, вы знаете, я не брал кредит, я другой человек, а тогда, когда та организация, которая передала долг этим коллекторам на взыскание, скажет, что нет этому, соответственно, коллектору. Ну, по-разному, по-разному. Банки иногда очень тянут, они не хотят убирать. Это, к сожалению, практика. А вот, Борис, это практика наша вот... Наша практика говорит о том, что если нам пожаловались, обычно исключают сразу из оборота, а банк очень часто продолжает передавать этого человека. Ну, предположим, мошеннический кредит на паспорт, вклеили фотографию, человек вообще ни при чем. Они пытаются, продолжают взыскать едва ли не годами. Посторонний телефон, они все равно вот этот некое досье на человека передают коллектору и продолжают звонить. Ну, вот этот вопрос можно решить только в суде. Хороший вопрос. Проблемы-то есть, но никто не даже не... ну, как бы предлагают решать, но никто ничего не делает в этом направлении. Ведь нужно знать, что телефон принадлежит человеку или не принадлежит. Ну, элементарный вопрос. Скажите, Иванову этот телефон принадлежит? Можно было куда-то позвонить? Нельзя никуда позвонить. В виде анекдоты я хочу рассказать про свой собственный опыт общения с коллекторами. Да, пожалуйста. Я никогда не брал кредиты, но однажды я встретился, общался с коллекторской фирмой, достойной, большой, крупной, которая мне прислала письмо, такое очень серьезное письмо, потому что, вот, Сергей Владиславович, вот вы задолжали очень крупному банку 3 рубля 87 копеек. Банк уже много месяцев пытается с вас взыскать эту сумму. Сейчас нам передал, соответственно, коллекторское агентство. Мы, вот, если вы, соответственно, не ответите в течение 20 дней на это письмо, передаем дело в суд 3 рубля 87 копеек, да? Очень непонятно налоговую инспекцию. И, соответственно, еще была лирическая добавка, которая мне понравилась, просто в каких-то советских времен перешло, что вот хотим напомнить вам, что вот есть, бывают люди, которые не платят долги, не платят, не платят, думают, что они в этом выгодуют, но потом, соответственно, все для них, конечно, плохо, они по суду выплачивают долги, ссоры в семье, развод, все очень плохо, а есть, соответственно, другая история, счастливый человек, который сразу платит долг, он избавляется от... Счастлив и доволен. Ну, я к чему говорю, что, во-первых, ошибки бывают, ошибки бывают банковские, ошибки бывают коллекторские. Но вот в моем случае коллекторская компания мне не могла ничего сказать о природе моего долга. Она мне говорила, обращайтесь в банк. А банк этот был многофилиальный, в котором, соответственно, еще и неправильно указали, как оказалось потом территориальное подразделение, но в результате я в течение трех месяцев... Здесь тоже проблема. Банк тоже мне не мог найти, где появилось это в течение двух месяцев. Они искали, откуда это могла быть такая цифра всплыть по моим счетам. А вам не кажется, что, помимо всего прочего, это еще просто не оправдывает затрат. Потому что отправить письмо дороже. Это как анекдот, просто передали на исполнение большой пакет этих задолженностей, одна из которых оказалась 3 рубля. Налоговая инспекция любит заискивать по 5 рублей. Это все ерунда. А вот по отношению к человеку, который попал в очень тяжелое материальное положение, и которому начинают вдруг доставать коллекторы, и при этом не объясняют, может быть, это действительно долг был, может, не был. Ему говорят, обращайтесь в банк. Он пытается обратиться в банк, банк говорит, да, мама вообще вас давно не знает. Вот, кстати, в этой же истории, ульяновской, да, страшной, с зажигательной смесью, мужчина изначально должен был 4 тысячи рублей, микрофинансовая организация. И он уже отдал ей весь долг, и, насколько я понимаю, все проценты. Но с него просили больше и больше, потому что нигде, на сайте, я вот ради интереса посмотрела в интернете, на сайте ни одной микрофинансовой организации, предлагающей деньги за 15 минут, я не увидела штрафные санкции в случае, ну, что произойдет в случае просрочки этого долга. И договоры составляются тоже, так, достаточно, ну, если даже опустить, в принципе, вот такую неграмотность финансовую. Но, тем не менее, люди подписывают договора, на которых наверху справа черная рамочка, написано 700% годовых. Полная стоимость кредита. Такое присылают, да, и мы смотрим, думаю, ну, на что жалуются? Ну, понятно, что, может, неграмотные, с другой стороны берет, берет и берет. А штрафные санкции там уже... Штрафные санкции, да. Я, кстати, по поводу штрафных санкций хочу сказать пару слов. Многие говорят, давайте в суд. Что происходит в суде? Опять же, нам приходят жалобы. Я все из жалобы черпаю свою информацию. Приходит жалобы. Приложенное решение суда. Решение суда я даже долго разглядывал. Печать-то что-нибудь? Действительно печать районного суда. Долг 5 тысяч рублей. Издержки судебные 4,5 тысячи рублей. Присудили человеку проценты 150 тысяч рублей. Вот это все было судом, строго в соответствии с законом, присуждено этому гражданке, какой-то там гражданке взыскали. Ну, что здесь говорить? Что там было с этими 4 тысячами, которые в Ульяновске взяли? Возможно, там уже что-то набежало, человек не понимал, что ему набежало. Да и возможно, что такой хулиган-взыскатель, что он мог ему рассказать, кроме денег, давай, давай, денег, побросай. Ну, вообще, конечно, вот сейчас говорить о взыскательской деятельности, о коллекторской деятельности, действительно, наверное, бессмысленно, без одновременного регулирования вот этой истории с микрофинансовыми организациями. Потому что, несмотря на то, что Центробанк России ведет их учет и реестр, там на сегодняшний день 4835, по-моему, организаций зарегистрировано. Нет, еще сколько-то черных расточков. Ой, 4583 организации вот на сегодняшний день официально действуют, которым разрешает Центробанк работать. Но на каких условиях и с какими процентами? Я предлагаю небольшой комментарий посмотреть от председателя Совета Конфедерации общества потребителей Дмитрия Янина. Он не смог к нам присоединиться, потому что как раз участвует в конференции, где обсуждаются проблемы микрофинансовых организаций и потребителей. Точнее, проблемы, которые в эти организации обращаются. Наиболее тяжелая ситуация как раз для заемщиков микрофинансовых организаций, по сути, это ростовщики. Мне очень странно, но вот, например, в течение двух лет Банк России раз в квартал публикует и считает, и считает, что это нормальным, ставки годовые по так называемым ростовщическим кредитам. Вот в России легально кредитовать в первом квартале 2016 года по ставке 880% годовых. Это легально. Вот в 881% годовых это нелегально. Вот я вам напомню, что у Достоевского Родион Раскольников убил презираемую интеллигенцию, из контекста следует старуху-проценщицу, за кредит, чья ставка была 10 копеек с рубля в месяц. То есть около 120% годовых. То есть можно сказать так, что вот в XIX веке ростовщики были осуждаемы, ростовщики кредитовали в 6 раз дешевле, но они были осуждаемы. В России 880% — это легальный бизнес. Под эти проценты еще в прошлом году микрофинансовые организации выдавали кредиты всем, не спрашивая, на какие нужды люди занимают деньги, не спрашивая, какие обязательства есть у семей, нет ли иждивенцев, нет ли, есть ли у людей страховки жизни, здоровья. То есть они полностью игнорировали все принципы ответственного кредитования. Вот навыдавав такие кредиты наиболее тяжелым заемщикам, очень бедным заемщикам, и статистика говорит о том, что большинство заемщиков — это люди необразованные, это люди с низкими доходами. Вот навыдав эти кредиты людям, которые в условиях кризиса первые теряют работу, сейчас МФО достаточно жестко занимаются взысканием, и практически они ничем не рискуют, если не было физического давления, если не было каких-то угроз. Потому что, как мы видим, те уголовные дела, которые сейчас возбуждаются, как правило, этим всем страшным историям предшествовали безуспешные попытки граждан получить защиту от полиции. Полиция не реагировала на звонки семей, которые жаловались о том, что им угрожат. Вот я думаю, что, конечно, тему эту всю обострили, как раз выход на рынок коллекторов очень плохих долгов, которые были сделаны через современных старух-проценщиц, через микрофинансовые организации, которые у нас есть в любом городе, и которые под крышей Банка России занимаются абсолютно неприемлемым бизнесом, вгоняя людей в всё большую и большую бедность. Трагедия этой ситуации состоит в том, что мы проводили опросы, наши коллеги в Великобритании, люди, которые пытаются занять у них деньги, они переоценивают свои силы, они говорят о том, что мы закроем этот долг через 10 дней, мы займём 10 тысяч, и через 10 дней дадим вам 10 и плюс 2 тысячи процентов, то есть 12 тысяч рублей. Коллекторы не публикуют на своих веб-сайтах те штрафные санкции, которые сопровождаются, если вы в назначенный день не пришли и не покосили кредит. Мы не обнаружили такой информации на 90% сайтах коллекторских, не коллекторских, а МФОшных организаций. Они скрывают, что основной их бизнес делается тогда, когда человек попадает в просрочку. Когда он не приходит в срок, ему предлагается пролонгировать займ, но уже больший с учётом процентов. Идёт последующая пролонгация. Получается такой снежный ком, который часто заканчивается подписанием договора залога под какое-либо имущество, которое может быть у семьи, это может быть квартира, это может быть машина. И, соответственно, вот это имущество также может быть изъято у заёмщика. Поэтому я не думаю, что без принятия каких-то запретительных мер в отношении МФО через нынешнее законодательство можно этим заёмщикам дать какие-то шансы списать вот эти абсолютно неприемлемые проценты, которые просто невозможны, и их просто нигде нет, кроме как у нас. Это было мнение председателя конфедерации общества потребителей Дмитрия Янина. Я напомню, что в эфире Радио Свобода видеотрансляции на нашем сайте звучит и показывается передачей правосудия. Её веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин и эксперт Национального института финансовых рынков и управления Сергей Гернис. Мы, собственно, говорим о том, что делать с коллекторами, которых, с одной стороны, говорят, что нужно запрещать, с другой стороны, говорят, что нужно как-то их острастить и, в общем, в любом случае навести порядок в этой истории со сбором долгов в России. Каждый раз эти разговоры, кстати, возникают вслед за очередным вопиющим случаем. Марьяна, я хотел бы... А закон так и не принимается. Сейчас мы перейдем в закон, но просто завершить тему литературы в нашей встрече. Во-первых, Алена Ивановна кредитовала у Достоевского под залог, поэтому у нее проценты были ниже. Во-вторых, как мы знаем из истории, убивают как раз кредиторов. То есть пока Алена Ивановна, хороший пример, Родион тоже, конечно, пострадал со временем, но, слава богу, поймали. А недавний пример, когда убили представителя кредитора, когда он пришел описывать имущество и был застрелен должником. Но, наверное, не стоит тут нагнетать страхи. Кто хуже, кто лучше. Защищать кредиторов. Лучше всех надо защищать. Кредитор, кстати говоря, сейчас совершенно защищенный. На мой взгляд, вот эти вот ситуации с постоянными звонками, каким-то хулиганами у двери лишь показывает неспособность современной судебной системы обработать многие долги. Я приведу пример, выпиющий, на мой взгляд. Ипотечные квартиры, кредитор по ипотеке, наверное, самый защищенный кредитор в нашей стране. Он может буквально выбросить должника на улицу в снег. В теории. А на практике квартиры ипотечные продаются, как говорят, достаточно цинично на этом рынке с мясом, с самими жителями по-прежнему. Потому что выяснить его невозможно. Но, наверное, можно отойти от темы защиты кредиторов и перейти к популярной популистской теме закон о коллекторах. Да, потому что я помню еще первую передачу о коллекторской деятельности делала в 2010 году. И тогда сами коллекторы как раз ЛАПК разработала, подготовила законопроект. И уже появились какие-то законопроекты на дворе в 2016 год. Законопроектов в Думе, по-моему, сейчас штук шесть. Почти 10 лет уже коллекторы ходят законопроектами. И тот законопроект, который сейчас внесли Матвиенко с Нарышкиным, на самом деле это законопроект Минэкономразвития, то есть правительственный. А на самом деле то, что Минэкономразвитие написало, оно написало на базе законопроекта НАПКО. Единственное, что навесили вензели разного рода защиты людей и так далее. В общем, это довольно компромиссная история, то, что предложили Матвиенко с Нарышкиным, потому что там с одной стороны коллекторам разрешают работать, их не запрещают. Еще бы долги можно было бы не взыскивать. Долги можно давать, но долги можно прощать. Почему же, например, есть инициатива от ЛДПР на 10 лет вообще запретить коллекторскую любую деятельность? Слушайте, говорить серьезно о инициативе Жириновского, который сам оказался должен не так давно, вы слышали, наверное, эту историю, который оказался должен за телефон в Архангельске, на его партии висел несколько тысяч рублей долго. И он как-то не очень-то охотно гасил их, насколько мы знаем, хотя долг абсолютно чистый. Но есть предложение, например, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, они внесли тоже законопроект, они предлагают запретить уступку права требования в принципе. В вашем примере, кто был тем, кто кошмарил должника? Банк. Что мы запретим? Взыскивать банком долги или каких-то посторонних лиц? Переуступку? Да видите, проблема-то на самом деле внутри кредиторов лежит. На самом деле, внутри вот этого круга кредиторов, инфо, банк. Она проблема комплексная, она проблема экономическая, потому что хотите или не хотите, какие-то без кризиса не получили бы такую стратегию. Мы смотрим в новости внимательно, читаем, а кто там на самом деле? Ба! Кредитор на самом деле кошмарит. У него никакого нет правил, что-либо его ограничить. Если у наших профессиональных взыскателей есть кодекс этики, который они вынуждены соблюдать, то банк не ограничен никаким нормативным актом Банка России даже. Вот, кстати, поясните мне, пожалуйста, раз мы тут говорили о процентах, и Янин об этом сказал, я говорила о микрофинансовых организациях. Вообще, когда коллекторы, вот этот пакет с долгами, или берется обслуживать его, свои какие-то дополнительные проценты к тому, что должен конкретный человек к банку, коллекторы добавляют? Ряд агентств иногда добавляют какую-то сумму фиксированную стоимость взыскания. Но скажу вам честно, на практике, конечно, взыскать сумму со всеми процентами, это как бы никто не возьмется никогда. Это практически нереальное дело. Тем более, мы говорим про микрофинансистов, это вообще, гиблое дело, какие-то там безумные проценты. В принципе, вот как происходит? Человек должен знать? Я прошу прощения, довольно интересная постановка вопроса насчет еще и комиссии за коллекторские услуги. Здесь два варианта. Либо, соответственно, коллекторское агентство работает за процент, когда он, собственно говоря, не получает долг, а просто фактически ведет дело о взыскании от имени банка или от имени МФО, тогда есть комиссия, собственно, они должны получать с финансовой организации, либо есть ситуация, когда долг им продается, но продается, как правило, если я правильно помню последние цифры, которые озвучивала Докучаева из Секой, это полтора, от половины до полутора процента от суммы долга. Естественно, что за эту сумму есть возможность у коллекторов взыскать больше. И в этой связи вообще возникает вопрос о том, откуда берется еще идея взыскивать комиссию за сбор. Если вы получили из финансовой организации, это одно. И второй момент. Есть еще третье предложение, которое сейчас не озвучивается как законодательное, но которое Роспотребнадзор уже в течение многих лет предлагает как один из выходов. Собственно говоря, сегодняшнее законодательство потребительское, оно подразумевает, что кредит это услуга. Договор между кредитором и заемщиком это фактически предоставление услуги. И если, соответственно, меняется кредитор, то должен составляться новый договор. Нет, то все, соответственно, все положения из предыдущего договора, поменялся только кредитор, все положения из предыдущего договора, все права должника, в том числе просрочившего платежи, потому что в договоре есть, соответственно, все штрафы под просроченным платежом. Все, соответственно, права должны сохраняться. А в этой ситуации их невозможно сохранить, если, соответственно, статус организации нового кредитора будет не кредитной организацией. А организация по взысканию долг? Это невозможно. Компания, когда покупает долг, вы говорите 2%, хитро на меня смотрите, мол, как дешево купили. На самом деле продают дешево то, что дешево стоит. Вы прекрасно понимаете, что все эти долги, которые уже не смогли собрать год или два, они строят копейки. Это средняя, которая указала. Конечно. Я еще раз говорю, дешево то, что дешево стоит. Конечно. Давайте заплесневелый хлеб. И думаю, что он дешево стоит почти бесплатно. Потому что он такой хороший. А взыскание, речь-то сейчас идет о какой-то дополнительной сумме, которую помимо этого долга еще должен выплатить? Когда я отвечаю на подобных передачах, что в основном, на самом деле в 99% случаев, когда речь идет об агентской схеме, когда коллектор помогает банку взыскивать долги достаточно свежие, платит долю от взысканного, то начинает говорить, знаете, значит, они, видимо, из всяких сил выбиваются, лишь бы любой ценой рублик лишний вытянуть. На самом деле коллектор крупной компании, вот этот взыскатель, о котором так много говорят в новостях, так его демонизирует, на самом деле это какая-то девушка, которая недавно закончится на институт, учится, и для нее это, возможно, даже первое место работы. Она работает не за то, чтобы что-то выбить, а за то, чтобы не получить взыскание, потому что ее разговор очень строго, как бы сказать, задокументирован изначально, то есть она идет по скрипту, она представляется, она объясняет. Конечно, должник не просто так, он зачастую защищается, говорит, да я платить не буду, что мне ваши судебные запреты, я через Белоруссию уеду, да мне все это неинтересно. И она должна вести разговор, при этом соблюдая исключительно вежливый характер общения, в то же время по очень строгим правилам. Поэтому коллектор в компании, он работает, ну, подневольный сотрудник, который не зарабатывает, крутится, безусловно, на этом рынке работают, конечно, и порядочные люди, которые там не заливаются замочные... Новости делают хулиганы. Новости делают хулиганы. Это правда. Мы же не можем сказать, что все губернаторы воры, да, хотя поймали там в Магадане, там, с этими деньгами. Ну, не все, у них всех, наверное, в квартире такой склад денег. Но там приговоров туда еще нету, поэтому тоже нельзя говорить, что кто-то там... Хорошо, не буду называть его подсудным гражданином, но не у всех губернаторов, наверное, деньги сложены. Но, может быть, государство для того, чтобы и прежде, чем регулировать вот этот вот рынок коллекторских услуг, например, должно разобраться в том числе и с рынком кредиторов, потому что вот, смотрите, я готовилась к передаче, читала региональную прессу. Так вот, на недавней пресс-конференции заместитель и руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова привела в пример гражданина из Свердловской области, который в совокупности задолжал вот на сегодняшний день разным банкам, там же в области, 1 миллиард рублей. Ну, неужели, вот эти банкам и микрофинансовым организациям, ну, неужели, когда человек приходит... Что это за гражданин был такой интересный? ...физическое... Ну, не назвали... Я думаю, что это очень творческий чек, потому что, на меня граждане, приходя в точку, да, ну, в отделение банка, они зачастую приносят фальшивые справки 2 НДФЛ о справке... Проверить эту справку, кроме как позвонив по телефону, указанному в этой справке, невозможно, хотя на этой справке, может быть, кукушка, которая отвечает, что действительно Иванов там работает. До сих пор нет данных с пенсионного фонда о доходах конкретного человека. То же самое нет данных о телефоне, фактически нет данных о паспорте, вклеивай и ходи. Но я не исключаю, что этот человек, кстати, свои долги накопил, потому что, не справившись с возвратом одного кредита, стал брать еще и еще кредиты, и в итоге там вот это вот накрутилось. Здесь все-таки, наверное, без какой-то основы крупной либо недвижимости, либо какой-то собственности не обошлось, потому что, чтобы накопить миллиард рублей, все-таки даже... Я понимаю, что это исключение, да, скорее всего, чтобы понимать. Нет, люди, у которых 10 долгов, есть такие примеры. Это обычный недобросовестный займщик, который обманывает кредитора на самом деле. Он, может быть, осознанно обманывает, либо неосознанно строит пирамиду эту кредитную, но это далеко не, знаете, такие честнейшие люди, которые там что-то запутались, ему нужно было лечить родных, как обычно показывают телеканалом. Сказать по статистике нашей. Сжать не так. Мы ведем, соответственно, горячую линию по банкротству, и среди тех, кто звонит относительно возможности банкротства, это более 70% тех, у которых людей уже больше трех кредитов, и сумма задолженности больше миллионов. И причем очень часто, я помню, к нам в студию приходил Павел Медведев, финансовый омбудсмен, как раз когда приняли, вступил в силу этот закон о банкротстве, и он приводил в примеры женщину, которая изначально там брала 8 тысяч рублей. 36 кредитов, да. Да, сейчас у нее 36 кредитов, невероятная задолженность, но люди даже не знают, им никто не объясняет, что. Марина, вы правильно говорите, что вообще в основе всех этих проблем все-таки наш финансовый рынок, наш банковский рынок, наш рынок МФО или коллекторы, это есть одно из звеньев. Ну, по сути, это конец цепочки. Конец цепочки, да. И сейчас регулируется конца цепочки, много не регулировав внутри рынка. Вот, скажем, Сергей, конечно, он говорит, банки там что-то заставляют людей брать кредит. Обычно вот эти общественники говорят, люди заставили. На самом деле, люди, конечно, не заставили, люди сознательно берут. Ну, мы говорим о неком обобщенном партии общественника. Но на самом деле в самом потребительском кредитовании очень много нерегулированных вещей. Никто этим не занимается. Они живут, как живут, потребительское кредитование. Ну, иногда запрещают сверху, давят процентную ставку. Вот это вот, вчера было 800, завтра будет 700 по микрофинансистам. По банкам ее сильнее давят гораздо процентную ставку. Но внутри риски никто не убирает. Это надо понимать, что гораздо проще регулировать процентную ставку, написал указание Банка России и вперед, чем убирать риски внутри. Скажем, та же история с паспортами. Есть информация о паспортах, но она сугубо устаревшая, в неудобном формате, то, что ФМС предоставляет. Историю изменения паспорта вообще нельзя получить. Про пенсионный фонд я уже говорил, что информацию о доходах не получишь. Даже телефон не подтвердишь. Я говорю о том, что риски довольно много проблем. Вы фактически сейчас еще на сторону банков, я так понимаю, рассказываю о том, что на самом деле, когда мы ругаем банки, и некоторые общественники, опять же, не Сергей, мне качают, да это их проблемы, это ваши проблемы, здесь проблемы общие, мы в одной луне. Вот давайте послушаем все-таки мнение Сергея. Можно я выступить сейчас как человек, который проработал 17 лет в коммерческом банке, и меня сейчас очень... Ну, все слышали о проблеме валютных ипотечеков, да, валютных ипотечек, и очень часто сейчас сегодня представители банков говорят, ну, они же сами брали этот кредит, они сами должны были понимать, что... Просчитать все риски. Но я, вот как человек, который 17 лет проработал в банке, смотрю с другой стороны. Ведь сегодня просрочка по валютной ипотечной задолженности в 17 раз выше, чем по рублям. И вот когда-то в 7-8 годах, когда, соответственно, приходили к руководителям банка, там, специалисты предлагали давать валютные ипотечные кредиты, они убеждали руководителя, что это все будет хорошо, что все будет замечательно совершенно. И вот я представляю, что вот сегодня, в 15-м году, ну, условно, там, Герман Оскович смотрит, что вот у нас по валютной ипотечной заемщике просрочка у них порядка 20%, рублевая 1%. Он вызывает с себя, соответственно, этого руководителя отдела кредитования, которому предлагал этот продукт, и спрашивает, ну, Иван Иванович, условно, Иван Иванович, как же так получилось, ты мне говорил, что все будет прекрасно, а сейчас мы имеем в 20 раз просрочку. Он говорит, да нет, ну, Герман Оскович, это же все клиенты виноваты, это они не оценили риски. Да, естественно, что риски не оценили в первую очередь те работники банковских, банковские работники, которые считали риски тогда. Они не имели права не учитывать риски валютных колебаний и не должны были давать такие крупные кредиты. То есть получилось так, что валютные кредиты давались крупнее, чем рублевые. Но здесь можно предположить еще, это такая же, может быть, конспирологическая версия, что как раз все прекрасно, что прекрасно знали, все риски просчитаны, и сами валютные ипотечники, раз уж мы об этом говорим, они придерживаются той точки зрения, что им навязали именно валютный кредит. То есть рублевые не давали, а валютные не давали. Потому что они действительно взяли эти кредиты, они были дешевле. И банки им предлагали, поскольку соответственно именно по этому кредиту они могли купить эту квартиру и взять кредит. Если Сергеич ответит, кто покроет все потери, то это будет вообще прекрасная передача. Здесь, естественно, вопрос может выйти только о разделении ответственности. Граждане уже покрывали и покрывают, продолжают покрывать повышенным. Но, тем не менее, банки выдав валютный кредит, скорее всего, взяли где-то валюту. То есть они тоже несут потери. Поэтому тут так вот просто сказать, банки это ваши проблемы, здесь тоже не надо говорить. Здесь еще один момент скажем. А что, ну вот хорошо, сейчас... Кстати, коллектор практически не работает по ипотечным кредитам, тем более по валютным. Чтобы вот как бы сразу закрыть эту тему, а то сейчас и валютный апотечник еще припредит к нам. Кстати, в Казахстане приняли закон, по которому вообще коллекторская деятельность в отношении ипотечных кредитов запрещена. Ой, что угодно можно запретить? Жененовский, он ведь все запрещает. В Казахстане. Что касается банков, ну ведь, понимаете, банки после кризиса 2009 года, они перестали давать кредиты валютно-импотечные вот в таких размерах. Они действительно ввели риск-менеджмент по отношению к этому. И по кредитам, выданным после 2010 года, у нас практически нет претензий сегодня. Но проблема в том, что у них остались огромные портфели вот этих вот, выданных еще в 7-8-6 годах кредитов, тянущихся с людьми, которые не потянут, очевидно, не потянут сегодняшний курс, которые не смогут выплатить. И они в течение с 2010 по 2015 год не сделали ничего. Ну, по крайней мере, эти банки, у которых сейчас остались заложены. Несмотря на рекомендательные письма Центробанка. Может быть, даже стоит завершить. Но тем не менее. На свои риски, да? То есть, они должны были за эти годы перевести все кредиты. Они, может быть, и должны были, но, в принципе, не обязаны, потому что письма рекомендательные. Я еще дополню, в момент по поводу против банков скажу. Банки, вот мне жаловалась одна гражданка по поводу валютной ипотеки. Человек хочет поговорить с банком, дверь закрыта, вот реально просто закрыта, дверь отделения. Пишет письмо, не отвечают на эти письма. А коллекторы готовы говорить? Достучаться невозможно. Если бы коллекторам был передан долг, обычно коллектор гораздо более сговорчивый в отношении того, как реструктурировать долг и так далее, и так далее. То есть, с коллекторами можно договориться? Жалобы в НАПК мы всегда рассматриваем. С коллектором гораздо легче договориться, когда мы говорим о профессиональном коллекторе. У нас даже есть уже примеры, когда в Фейсбук один участник Дома-2, уж извините, Андрей Нечаев, или как-то, не помню, точно хвалил первое коллекторское бюро за то, что они им помогли реструктурируют долг и даже списали какую-то часть долга. Вот есть примеры. Хорошо. А может быть, сейчас и действительно пойти радикальным путем, предложенным, например, тем же Жириновским, пока не устаканится история с банкротством физических лиц? Расскажу, что будет. Разрешили же банкротить? Долги никуда не исчезнут. Понимаете, долги не исчезнут. Вот этот огромный навес долгов. Сейчас мы слышим эти истории про микрофинансистов. Да, там 2 тысячи долг, 4 тысячи долг. Средний долг по потребам – это 50 тысяч рублей. Эти долги не останутся просто так висеть. Они как раз уйдут хулиганам. Возможно, не все, но преступники получат очень большую подписку. То есть 90-е просто не то, что вернутся, а расцветут. И что они делают сейчас за 4 тысячи рублей, страшно представить, что они будут делать за 50. Поэтому здесь, конечно, вот эта позиция… Но, видя все это происходящее, государство разве не должно в лице депутатов? Это просто работа полиции. 90% жалоб. Ну, посмотрите, угрожают или там что-то даже рукоприклассывали, что-то там портят имущество. Ну, просто работа полиции. Даже изобретать ничего не надо. Вот буквально на днях вынесли приговор в отношении коллектора, который позвонил в детский сад, сообщил, что там заложена бомба. Потому что муж воспитательницы детского сада должен был какую-то сумму. Я хочу адресовать, в общем-то, вас и телезрителей к такому интересному тексту, как пояснительная записка как раз в законопроект, который вынесли Нарышкин и Матвиенко. Там, собственно говоря, говорится о том, что законопроект в первую очередь принят для того, чтобы сделать незаконные практики более дорогими. То есть основная проблема в том, что экономически целесообразно сегодня нарушать законы. Понятно. Чтобы было ввести штрафы, я так понимаю, речь идет... Чтобы повысить стоимость штрафов, ну, и повысить стоимость обсуждения этих законов. Люди не боятся уголовного кодекса, они побоятся какого-то штрафа. Ну что, этих людей ничего не останавливается. А это вот вопрос как раз с правоприменением закона. Так может быть, штрафовать-то будут в таком случае не только людей, но и ту организацию, которая... Штрафовать будут тех, до кого смогут дотянуться руками. То есть либо тех, кто зарегистрировался в реестре, либо тех отдельных, которые настолько глупы, что зарегистрировали какой-нибудь левый телефон на какое-то лицо и сумеют проследить. То есть, скорее всего, пока мой прогноз, если законопроект принимаем как есть, то это Нарышкин, Матвиенко, да, вот как есть с этими рюшечками защиты граждан, то получается, что профколлектор, он будет малоэффективен. Хулиганы все так же эффективны. Кого можно осуждать? Ну, не осуждать, а кого можно приставить штрафами? Только того, кто виден. А эти, извините, друзья, они поставят свой колл-центр, извините, на свободной Украине, будут долбасить этими телефонами кого угодно, и никаких проблем не возникнет. Но они, по крайней мере, не бросят зажигательную кранату. Они потом и бросят зажигательную, потому что взыскание, еще раз говорю, вот такого, в кавычках, взыскание через хулиганов, я думаю, расцветет все очень. Но это есть опасность, есть опасность, потому что разделится очень сильно. Можно победить экономически, когда профессиональный коллектор это тот, кто только он имеет право взыскивать. Он, конечно, определен законно, к нему много требований, к сотрудникам самой компании, безусловно, все это в разумных пределах. И он под колпаком, условно говоря, и он работает. Но все-таки, конечно, нужно вытеснять преступников. А вот, кстати говоря, опять же, обращаясь к нашему опыту, к опыту нашего соседа Казахстана, у них, например, в законе о коллекторах введены квалификационные требования к работникам. Мы, кстати, предлагаем на уровне саморегулирование сделать. Но вот закон, к сожалению, который сегодня предложен... Он всех вопросов не решает. У нас, к сожалению, совсем немного времени остается до конца программы. Мне совершенно очевидно сейчас стало то, что предложенные законы не устраивают ни коллекторское сообщество в настоящее время. И при этом они никак не защищают, ну вот до сих пор не защищают граждан от вот этих самых коллекторов вышибал. Что делать для этого нужно? Непонятно. Может быть, усиливать работу правоохранительных органов. Но, кстати, генеральный прокурор взял на контроль. Так что я думаю, даже от этого будет больше эффект, чем даже от законопроекта. Ну, генеральный прокурор в России много дел берет на контроль. К сожалению, не всегда виден эффект, и иногда его и не видно вовсе. Но и, наверное, может быть, очень важно еще и людям как-то повышать свою финансовую грамотность. Потому что в 2015 году Gallup International провело исследование уровня финансовой грамотности в России. Он составил около 38%, столько же в Камеруне, Кении и на Мадагаскаре. И, соответственно, до тех пор, пока люди не станут ответственными, и понимать, что кредит за 15 минут без всякого обеспечения им обойдется в гораздо больше, чем в полторы тысячи рублей, и, наверное, мало что изменится. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.swoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин и эксперт Национального института финансовых рынков и управления Сергей Гирнис. Оставайтесь на «Волнах Радио Свобода». Приходите к нам на сайт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова